Здравствуйте, уважаемые участники конференции. По просьбе наших коллег мы подготовили доклад о возможностях геотехнического программного комплекса PLAXIS. Почему мы будем говорить об этой программе? Сегодня существует много различных программных комплексов, которые позволяют решать те или иные задачи. Но каждый из этих программ, как правило, специализировано и направлен на решение своих конкретных задач. Программный комплекс PLAXIS является геотехническим. Это означает, что он наиболее хорошо и подробно позволяет рассматривать такую сложную среду, как грунт, и решать соответствующие задачи. Прежде всего, следует отметить, что современные изменения, актуализация нормативных документов все больше и больше в своих текстах упоминает применение численного моделирования для решения самых основных геотехнических задач. И это совершенно не случайно, поскольку численное моделирование, а именно метод конечных элементов, еще в 80-е годы, в советское время, был признан одним из перспективных для решения геотехнических задач. Сегодня это время пришло, и мы это очень хорошо видим в нормативной документации. Можно привести в качестве информации комментарий известного специалиста Вячеслава Александровича Ильичева, доктора технических наук, профессора, академика, вице-президента Российской академии строительных наук и президента Российского общества механики грунтов, геотехники и фундамента строения, который в обсуждении изменений к своду правил 22, а это основной документ по проектированию оснований фундаментов, говорит о том, что использование методов численного моделирования позволяет делать конструкции более целесообразными с точки зрения экономичности и надежности. А те решения, которые использовались раньше, безусловно, они во многом надежные, однако они достаточно приблизительные, потому что имеют много допущений и упрощений. Проиллюстрировать сказанное можно информацией из статьи одних из ведущих специалистов в нашей стране, в геотехнике, это компания «Геореконструкция», Шашкин Алексей Георгиевич и его команда. Слева вы видите график, который они построили по результатам наблюдений за сооружениями в Санкт-Петербурге. Известно, что Санкт-Петербург обладает достаточно слабыми основаниями, и здесь все эти проблемы проявляются более в явном виде, нежели в других регионах. По этому графику мы видим, что те расчеты, которые выполнялись по нормативным документам, значительно занижают осадку по сравнению с тем, что она наблюдается сегодня в действительности. И это факт. Но в то же время справа мы с вами видим график очень длительных наблюдений, порядка 30 лет, который очень хорошо прогнозируется численными методами, в данном случае с использованием программы Plaxis и такой модели, которая называется Soft Soil Crypt, то есть модель, которая учитывает реологические свойства грунта. И эта модель очень неплохо прогнозирует такие длительные-длительные деформации. Что же такое Plaxis? Прежде всего это два варианта программы, двухмерной и трехмерной постановки, и на сегодня это три варианта лицензии. Более подробную информацию можно найти на сайте программы. А здесь я лишь расскажу, что эти программы направлены на решение самых основных геотехнических задач. Это расчет напряженно-деформированного состояния, то есть расчеты осадки, расчеты деформации конструкции, расчеты напряжений, это расчеты задач во времени, в частности задач в консолидации, это расчеты по первой группе предельных состояний, то есть это устойчивость, несущая способность, и это расчеты, связанные с фильтрационными задачами, то есть приток воды в котлован, например, или подобные задачи, которые могут решаться как стационарно, так и нестационарно, то есть на любой момент времени. Это расчеты динамически, достаточно сложный класс задач, то есть это влияние естественного воздействия, то есть землетрясения, и влияние техногенного воздействия, то есть, например, работа оборудования. Ну и только в двухмерной постановке есть возможность решать температурные задачи, для того, чтобы оценить промерзание, оттаивание, даже определить величину морозного пучения. Сама программа очень доступна, интуитивно понятный интерфейс, логическая выстроенная последовательность, которая позволяет задать грунтовые основания, например, скважинами или импортированием из автокада. Далее задаются конструктивные сооружения, делается генерация сетки конечных элементов, задаются фильтрационные условия и гидрогеологические, гидрологические условия, и далее, что немаловажно, задается последовательность выполнения строительства, например, откопки котлова на возведение сооружений, что требуется нормативными документами, и, соответственно, просмотр результатов. Следует заметить, что геотехническая программа требует специфического подхода к выполнению поставленных задач. Прежде всего, нужно иметь достаточные и полноценные инженерно-геологические изыскания. И надо сказать, что здесь речь не идет о каких-то сверхдополнительных задачах у изыскателя. Безусловно, такие задачи тоже могут возникать, но в большинстве случаев достаточно стандартных изысканий, но лишь с той оговоркой, что их нужно интерпретировать несколько иным образом. По этим результатам изысканий, как правило, выстраивается инженерно-геологическая модель, а вот дальше начинается то, что называется геотехника. То есть геотехник должен выполнить геотехнический анализ для того, чтобы можно было сложные зависимости, например, между напряжениями и деформациями для грунтов, привести в математический вид. Как правило, это делается с помощью тех или иных моделей грунта, которые могут иметь свои параметры. И два, три, четыре параметра позволяют описывать несколько кривых при различных механических воздействиях. И тогда уже, дополняя инженерно-геологическую модель своими геотехническими и геомеханическими моделями, мы получаем так называемую геотехническую модель, которая позволяет нам решать самые разные задачи. И решать эти задачи мы можем в одной расчетной схеме. Вот в чем, собственно говоря, отличие между аналитическим подходом и численным подходом. Аналитический подход – это, как правило, две группы предельных состояний, где выполняется расчет чаще всего в двух разных программах с использованием двух несвязанных между собой наборов параметров грунтов, например, φ и С, модуль деформации и коэффициент пуассона. Они никак между собой не связаны и выполняются совершенно два раздельных расчета. Что такое численное моделирование? Даже в самой простой постановке, используемой самой простой упругопластической модели колона Мора, мы уже имеем эти два набора характеристик в одной модели. То есть она использует и модуль деформации, и коэффициент пуассона, и стрение и сцепление. Что и позволяет нам в одной расчетной схеме решать сразу все необходимые нам задачи. Ну и принципиально, если сравнить те возможности численного моделирования и те подходы, которые использовались раньше и частично используются сейчас, то, конечно, разница достаточно существенная. Но прежде всего, то, что в своде правил и, естественно, в механике грунтов, в такой классической, является распределением напряжений, это задача, которая была решена для упругого, изотропного, однородного полупространства. Что, конечно, совершенно далеко от тех реалий, которые встречаются в действительных строительных площадках. А распределение напряжений является определяющим, поскольку именно напряжения определяют и деформации, и несущую способность. В то же время, если в численной программе взять очень простую модель, линейно упругую, для которой требуется только модуль деформации, коэффициент Пауссона, то мы получим решение, очень близкое к аналитическому решению, например, методам послойного суммирования. С одной стороны, это хорошо показывает сопоставимость этих двух методов, но с другой стороны, любой специалист-геотехник, который выполняет расчеты путем численного моделирования, конечно, в своей работе никогда не использует эту линейно упругую модель, потому что она слишком проста. Она не учитывает очень многих факторов, которые необходимо учесть. Например, такие факторы, как пластические деформации, нелинейность зависимости между напряжениями и деформацией, образование пластических областей и т.д. Все эти факторы можно учесть в численном моделировании. Ну и одной из особенностей является следующее. Как правило, здания проектируются по условию непревышения расчетного сопротивления. Что означает расчетное сопротивление? Это всего-навсего нагрузка, которая выходит за линейный диапазон и разрешает образование зон пластических деформаций, как показано на рисунке, на глубину не более четверти ширины подошвы фундамента. Однако превышение расчетного сопротивления вовсе не означает разрушение или потерю несущей способности. Абсолютно нет. Да, потеря несущей способности может быть еще очень и очень далеко. Это условие определяет лишь применение метода послойного суммирования. О чем говорится, например, в СП-23. Это гидротехнический свод правил, который, скажем так, более продвинутый в области геотехники. И вот в этом своде правил говорится о том, что если вы превышаете величину расчетного сопротивления, то расчеты осадки следует выполнять численными методами, которые учитывают все вот эти особенности и особенно нелинейное поведение. Об этом в СП-22 пока на сегодняшний день ничего не говорится. Что касается такой задачи, как, например, котлованы. Если мы говорим об обычных котлованах, то в СП-22 приводится вот такая двухчленная формула, которая регламентирует разделять деформации и упругие деформации. И если взять любую адекватную модель грунта, за исключением такой простой, как модель Кулуна Мора, любая другая модель, она имеет в своем наборе параметров. Такие параметры, которые определяют деформируемость и параметры, которые определяют упругость. И, соответственно, вот эта задача в соответствии с нормативным документом абсолютно четко и легко решается. Но при этом, в отличие от упрощенной формулы нормативного документа, численный расчет такой задачи осадки позволяет учесть, во-первых, переменность модуля деформации, что очень важно, а во-вторых, учесть, например, переуплотненное состояние грунтов, что в формуле СП никаким образом не отражено. Ну и следует отметить такую вещь, как модуль деформации и его как будто бы постоянное значение, о чем уже в последнее время много говорится на разных источниках в YouTube и на разных порталах, например, на Geoinfo. Ну а здесь для примера показана формула расчета методом послойного суммирования для осадки. Слева приведен реальный протокол испытания песка, где мы видим, что модуль деформации растет с ростом напряжения. А это означает, что даже если два одинаковых сооружения с одинаковым давлением под подошвой, но разной шириной фундамента, как показано справа, в соответствии с законами механики грунтов, будут иметь различное распределение напряжений по глубине. И, как показано в центре слайда, в зависимости от бытовых напряжений и напряжений от внешней нагрузки, собственно говоря, и будет определен модуль деформации. Таким образом, для двух сооружений с одинаковым давлением под подошвой, но разной шириной, величина модуля деформации для одного и того же EG может быть разной и разной в несколько раз. Таким образом, понятие модуль деформации является весьма и весьма условным. Ну и не менее условным является используемый до сих пор в практике понятие коэффициент по стилю. Об этом очень много сказано в различных литературных источниках. Я на этом останавливаться здесь не буду. Ну и вот такой более практический пример, наглядный пример. Причем этот пример в данном случае для города Санкт-Петербурга. Однако нам доводилось с ним сталкиваться и в других городах от наших пользователей. Суть заключается в следующем. Представьте себе улицу, с одной стороны, у которой построены здания на плитном фундаменте, а с другой стороны абсолютно такие же здания на свайном фундаменте. Суть заключается в том, что проектировщик при выполнении расчета этого здания на, скажем, ленточном фундаменте или плитном фундаменте получает деформации осадки, которые превышают допустимые. Следовательно, он должен применить свайный фундамент. Все хорошо, понятно и замечательно. Однако по разным причинам, это действительно факт, в разных городах уже это действительно происходит, подрядчик или подрядчик с проектировщиком какой-то сторонней организации строит здание, то есть это реально построенное здание, система мониторинга, и на основе этого мониторинга получаются осадки, которые не такие большие, как по расчету. И ситуация такая получается не очень, может быть, приятная для нового проектировщика, когда пришедший на эти грунты проектировщик делает расчет и заказчику говорит, что нужно построить здание на свайном фундаменте. Конечно, заказчик интересует в первую очередь экономия, и он говорит, посмотрите, на соседней стороне стоят здания, которые на плитном фундаменте, и все с ними в порядке. Почему же так получается, и что здесь влияет на результат? Для примера рассмотрим штамповые испытания, есть штамповая кривая, и дальше попробуем смоделировать эти испытания. Но параметры природного состояния, в данном случае это коэффициент переуплотнения, который у нас теперь является нормативным, у нас появился ГОС на определение коэффициента переуплотнения, мы пока им пренебрежем. Здесь вы видите, что были выполнены трехосные испытания, и модель грунта, которая была выбрана, очень-очень неплохо описывает эти трехосные испытания. Дальше были сделаны виртуальные испытания, то есть проведены штамповые моделирования для этой модели грунта, но по результатам сравнения штампового испытания реального и штампового испытания в Плаксисе, мы видим существенное расхождение, то есть эти графики совершенно друг с другом не сходятся. В чем же дело? Ведь лабораторная кривая очень неплохо у нас описана моделью, и, казалось бы, модель у нас вполне хорошая. Однако, если выполнить полевые испытания, которые позволяют определить характеристики грунтового массива, его природное состояние, и получить это природное состояние, в данном случае оно было задано через давление, историческое давление, в данном случае, может быть, это были ледники сверху, или еще что-то, то есть 350 кПа, и учесть это природное состояние в модели, и мы сразу получаем очень неплохое совпадение виртуальной кривой штампа и, соответственно, реальной кривой штампа. Вот пренебрежение этими параметрами природного состояния, которые у нас практически отсутствуют в наших нормативных документах, как раз и приводит к завышению осадки, к тому, что, не учитывая эти параметры, идет запас, казалось бы, запас, но по факту это приводит к таким ситуациям, когда с одной стороны улицы и здания стоят прекрасно на плитном фундаменте, а с другой стороны на свайном. И еще один фактор, который тоже может быть учтен при численном моделировании, это так называемая дилатанция. Слева вы видите картинки того, как ведет себя штамп при нагружении для рыхлого песка и для плотного песка. В рыхлом песке происходит уплотнение, и штамп просто туда погружается, тонет. А в плотном песке происходит разуплотнение частичное, и мы видим, что образуются зоны выпора. Если смоделировать условную задачу, в данном случае две абсолютно одинаковые схемы с одинаковым модулем деформации, то есть жесткость грунта в этой задаче одинаковая, но разница лишь только в том, что в одном случае использована дилатанция, а в другом нет. Мы видим, что была получена разная величина осадки. В одном случае это 6,4 сантиметра, в другом 5,9. Но еще раз замечу, что жесткость, то есть модуль деформации в этой схеме был одинаковый. Почему так получилось? Там, где отсутствовала дилатанция, то есть угол дилатанции был равен нулю, мы видим вот такую красную зону уплотнения. И относительная деформация здесь минус 12 в соответствующей степени. Там, где был задан угол дилатанции, мы тоже видим эту область, но только она теперь синего цвета, она инвертированная оказалась. Величина ее осталась такой же, но максимальные значения в этой схеме, подсвеченные красным цветом, соответствуют уже плюсовой области. То есть это минус 12, здесь плюс 20. То есть мы видим, что минус 12 это сжатие, а плюс 20, это мы говорим об относительной деформации, плюс 20 это расширение. То есть в этом месте грунт по каким-то причинам расширился. Это как раз и есть эффект учета дилатансии. То есть рыхлые грунты сжимаются, плотные грунты расширяются при сдвиге. А мы прекрасно с вами знаем, что области сдвигов к деформации как раз образуются под краями подошвы фундамента. И вот в этих областях сдвига произошло то, что называется дилатантное поведение грунта. То есть грунт начал при сдвиге расширяться и частично стал, как бы сказать, поднимать фундамент. Поэтому осадка здесь стала меньше. Такие нюансы тоже оказывают влияние на общий итог расчета. Что касается ограждающих конструкций. Здесь есть определенная сложность, связанная с определением коэффициента бокового давления. Известно, что в соответствии с SP22, например, откуда приведен этот график, есть давление в состоянии покоя. Это одна величина. Есть давление активное, которое меньше, чем в состоянии покоя. И давление пассивное, которое больше. Величина изменения давления зависит, в первую очередь, от деформации. Определить в ручном расчете величину деформаций достаточно сложно. Поэтому, как правило, все расчеты ведутся на активное давление. Но активное давление подразумевает меньшую величину давления на ограждение, чем при состоянии покоя. Что же в этом отношении предлагает программа Plaksis? Рассмотрим такой очень упрощенный пример. Есть некий грунтовый массив. В некой точке грунтового массива действует вертикальное напряжение 100 кПс. И в соответствии с теорией упругости через коэффициент бокового давления в состоянии покоя горизонтальное напряжение равное 43 кПс. Эта точка в виде графика напряжения вертикальных и горизонтальных обозначена цифра 1 на соответствующем графике. После того, как будет выполнена экскавация, произойдет разгрузка и мы можем по формуле активного давления определить величину бокового давления в состоянии разрушения. То есть это будет 33,3 кПс. В это время при численном моделировании так называемой траектории напряжения в данном случае она синим цветом показана начнет двигаться в сторону активного давления и дойдет до точки, обозначенной цифрой 2. Эта точка очень четко совпадает с рассчитанным давлением по аналитической формуле. Таким образом, численное моделирование при использовании даже самых простых моделей благодаря построению траектории нагружения позволяет определять для каждого шага текущее значение давления бокового и соответственно при достижении предельного состояния или активного, или пассивного определять разрушение. Кроме того, мы можем учитывать прочность ограждающей конструкции. На этом простом примере показана область разрушения потенциального в том случае, когда ограждающая конструкция задана с неизменной прочностью, высокой. То есть мы не рассматриваем влияние прочностных факторов ограждающей конструкции на весь расчет. Или мы можем учесть так называемая КМ-диаграмма, задать предельные значения для ограждающей конструкции, тогда мы видим, как меняется характер разрушения. И если здесь это было вращение практически всего шпунтового ограждения в данном случае, то в этом случае мы видим локальное разрушение и четко программа выделяет нам характер или причину разрушения, связанную с потерей несущей способности по материалу. Ну и очень важным для ограждающей конструкции является оценка влияния. Но прежде чем говорить об оценке влияния, давайте посмотрим на эту картинку. Здесь показана сложная задача расчет котлована. Почему она сложна? Прежде всего мы должны оценить подъем дна котлована. Если этот подъем дна котлована будет чрезмерно большим, он потянет за собой остальную часть расчетной схемы, потянет за собой ограждение и все моменты, усилия будут неверными. И даже мы будем получать не просадку дневной поверхности, а наоборот ее подъем. Поэтому очень важно иметь в модели модуль упругость или упругого подъема. Кроме того, для задачи с котлованом очень важно определить сдвиговые деформации, которые происходят в активной зоне и в пассивной зоне. За величину сдвиговых деформаций отвечает так называемый модуль Е50. Это трехосный модуль. Именно он определяет величину сдвиговых деформаций. Что касается ограждения, и для вот такой схемы, когда, к примеру, здесь находится распорка или анкер, мы видим, как деформируется ограждающая конструкция, и вот эта часть под давлением грунта начинает смещаться в сторону дна котлована. И либо мы будем иметь некий упругий отпор, либо при превышении определенного напряжения мы будем иметь деформируемый отпор, то есть для учета деформаций нам необходимо иметь либо модуль упругости, либо модуль деформации. То же самое касается зоны, где происходит преднапряжение анкера. В зависимости от напряжения, это либо упругое будет поведение, либо деформируемое поведение. И не стоит забывать о том, что за пределами всех этих больших деформаций существует область с малыми деформациями, для которых необходимо учесть высокую жесткость. Таким образом, для вот этой задачи, а это очень сложная задача, необходимо иметь вот такой набор характеристик, для того, чтобы более-менее прогнозировать то, что будет происходить. Конечно, это специальные модели, и в частности, я здесь хотел бы поговорить о такой модели, которая в программе Pluxis называется Hardening Soil Small. Это модель, которая задействует механизм высокой жесткости при малых деформациях. Для этого необходимо ввести два параметра, по которым программа может построить кривую, так называемая кривая Гардиан Андриневича, которая разделяет область больших деформаций, то есть те деформации, которые обычно мы рассчитываем, и область малых деформаций, в которых жесткость должна быть высокая. То есть, задав вот эти два параметра, мы можем задать программе вот эту кривую, по которой она будет далее работать. Не буду останавливаться здесь на подробностях всех этих параметров. Скажу лишь, что в программе Pluxis есть очень замечательное вот такое соотношение двух модулей сдвига, которое позволяет очень легко определять области больших деформаций и области малых деформаций. Какая польза от этого параметра? Во-первых, мы можем видеть, до какого размера наша расчетная схема нужна, а какая часть расчетной схемы по большому счету нас уже не интересует. Можно ограничить. Это видно по ширине расчетной схемы и по глубине. И в частности, здесь следует заметить, что модель Hardening Soil Small благодаря вот этому механизму позволяет автоматически определять сжимаемую толщу. Именно эта модель позволяет делать такую задачу. Ну и смысл ее заключается в том, что по мере роста деформаций снижается сдвиговая жесткость и в какой-то момент времени она переключается на уже обычную жесткость, то есть на упругое поведение грунта. Ну и если мы выходим за пределы упругости, то на деформируемое поведение грунта. И наличие вот этой области малых деформаций как раз позволяет нам вот такие задачи решать более корректно, более правильно. И в частности результатом этого расчета является как раз зона влияния. Другие модели, поскольку они очень простые, если в них нет механизма так называемого Small Strain, то есть механизма высокой жесткости при малых деформациях, они будут завышать этот результат. А модель Hardening Soil Small позволяет очень четко определить, например, область деформаций, где осадка будет более 1 мм и построить зону влияния, что очень часто требует экспертиза. И для иллюстрации несколько примеров. В частности, такие задачи, когда необходимо оценить влияние одного здания на другое, оценить влияние на окружающую застройку, оценить влияние тоннеля на строящиеся здания или наоборот строящиеся здания на туннель. Вот для этих задач требуется такая модель, как Hardening Soil Small или другие модели, имеющие механизм Small Strain, то есть высокая жесткость при малых деформациях. По результатам расчета мы можем получать не только зону влияния, но и деформации окружающей застройки и различные параметры ограждающих конструкций, изгибающие моменты, перерезающие силы, то есть все те параметры, которые нам необходимы для проектирования котлованов. Ну и более подробно о том, как производится взаимодействие геотехнического программного комплекса Plaxis с теми программами, которые позволяют читать верхнее строение, будет рассказано в докладах наших коллег по НИП-информатике о программе PSI Plaxis. Благодарю вас за внимание. Кого заинтересовала информация по геотехническим вопросам, вы можете зайти на нашу базу знаний Plaxis, которая находится на ресурсе Notion. Найти ее можно в любой поисковой системе, набрав базу знаний Plaxis и сайт с таким значком, буковкой N. Там очень много мы выкладываем информации различного характера по геотехническим расчетам. В том числе есть YouTube-канал, где можно найти различные ролики, и Telegram-канал Plaxis, где мы периодически выкладываем те новые материалы, которые публикуются в нашей базе знаний, и делимся различной полезной информацией. Спасибо за внимание.